И еще обрезанная вишня из питомника дала прирост неплохой, надеюсь, что прижилась. Вот кто-то из вас, наверное, питомник, сделал такой штамп, но сейчас, когда он посажен, внизу уже там под этим, это же, я придираюсь всю жизнь и буду придираться. Раз мне пишете, значит доверяете мне, видите, все гниет, весь штамп гниет, а внизу вообще непонятно, о чем. Дальше, значит, получается, холм, спасибо, что холм. Вот, что еще здесь интересного? Интересное его письмо. Надеюсь, что прижилась. Как ее обрезали? Нижние ветки, что ли, обрезали? Вот, а я взял, это у меня просто реклама из интернета. Понимаете, вот эта болезнь, вот этими штампами, наверняка не этот человек, который вот, ну, несколько фотографий прислал, я выбрал самую показательную, вот эту вот. Всю жизнь буду с этим бороться, с этими штампами. Так, заодно и с покраской, дикость какая-то, совсем молодая кора. Ну, представляете, взрослый человек, он покрасит, он умрет, он помучается, а ребенок тут сразу умрет. Я приводил примеры, да, исторические. Покрасьте ребенка, он умрет. А это такие же дети. Ничего хорошего не ждет, если вы возьмете, вот сейчас еще не поздно. Смотрите, вы каким-то образом смываете краску. Я не сказал побелка, это не побелка, это окраска. А потом ждете, когда вот здесь вот, из еще спящих почек, каких угодно, пойдет саженец и начнет нормально развиваться. Вы фотографии прислали? Прислали, я вас отругал, отругал. Пойдем дальше. А эти, вот я уверен, как. Вот, это была реклама в 20-м году, я снимал прям с экрана, фотографировал. Прошло два года, сейчас 22-й год, да. Я вам клянусь, ни одного из них живых нет. Вот это дурь дикчайшая, когда эти, вот таким образом врачи даже не знают, ничего не знают, не знают, что такое дерево. Ну, хорошо, я вам сейчас покажу. Вот это вот альтернатива. К этому моего вишня, никто не подходил с секатором, тем более я не подходил. Вот, посмотрим дальше. Мы еще тема, это не закончилось, так. Еще не закончилось. Смотрим дальше. Да, кстати, вот эти вот, пищало, пищало. А вдруг потери, вдруг кто-то меня не слышит. Вот, я стараюсь увидеть. Ага, нет, подавай саженцы, ой, саженцы, косточки. Так, сейчас мы еще вернемся к этому, это очень важно. Валентина Концентинович, привет из Тольятти. Второй год, дача. После старой хозяйки поздно, что со временем придется менять весь сад. Естественно, первое, что я сделал, заказал с Крыма саженцы. Занялся обрезкой. Вот так же, как вы, видите, я не стал фамилию называть. И вы занялись обрезкой. Вы пишите, я занялся обрезкой. Он занялся обрезкой. И, вот чудо, вышло на ваши ролики. Все перевернулось в моей голове, и я понял, каким путем мне идти дальше. Все, спасибо вам, что у вас сейчас хоть появятся шансы на сад. Рекосли, здравствуйте. Подскажите, что за сорт абрикоса? Фото прислала сестра. Живет в сером Казахстане. Я ее завалил саженцами абрикосов, сеянцами. Бельки потеряла. Теперь у меня спрашивают. Вот, выделяю. Кстати, это сеянец из косточки. Очень сладкий, очень дорогий. Как он может быть сладкий? Вы же помните, как меня припечатали? Сладкий. Не может он быть сладкий. Размером со спичный коробок. А это уже серьезно. Ладно. Из косточки. Точно, 100%. Косточки от ваших абрикосов. Это я уточнял. Получил еще один ответ. Из косточки. 100%. Косточки от ваших абрикосов. Это к вопросу, что вырастет из косточки абрикосов. С уважением Алексея Калисеевича Рабинского. Козлину Алексею Калисеевичу. Вы продолжаете нас удивлять. Во-первых, спасибо огромное. Это раз. Там ниже будет та самая, выпуститься теми, в которой была фраза, и мы не раз с ней вернемся. И вы хотите, чтобы я уважала вашу команду. Вот здесь добротная статья. Это тысячи. Видя ли, ну там, это, учитывая тираж, десятки тысяч могут теперь укоренять прямо дома и самим выращивать то, чего вчера было недоступно. Вот это Алексей, Алексейка. Вот он. Которого вы сказали, за что я буду уважать вашу команду. Вот за это будете уважать. Жаль, что вы никогда об этом не узнаете. Помните фразу? Лучше не знать. Лучше не знать. Еще одна статья. Опять проукореняли. Вот. А почему он мне прислал? Это прислала редакция. Алексейка отказался от гонорара. Сказал, лучше отошлите железовую. Потому что он здесь ссылается на мои шелковицы. Спасибо. Вот это пойдет в мой архив. Спасибо огромное. А теперь смотрим дальше. Это я тоже, ваша заслуга. Почему? Это вы написали. Я ее завалил с аренцами абрикосов. С аренцами. Ну и что она получила? Дички, а? Эй, выпустите тебе язык. Давайте смотреть, какие дички. Вот. Заставил сестру сверкать в магазин, взвесить абрикос, пишет. 50 грамм. Вот такой сесть получит другого сорта привитого. Мы вспоминаем. Многие из вас выписали или купили, как принято говорить, на обочине дорог. Так. Или съездили, заказали в фирменных магазинах абрикосы. И при этом получили уже ладно не 50 грамм, 20. Вообще в принципе, чтобы абрикос дожил до плодошения. Такой случай бывает один на сотню, а может на тысячу. К сожалению, это правда. Вот. А Алексей-ка вырастил с косточек от ваших абрикосов. То есть, косточка от абрикосов железного. Что дальше? Вырастил саженцы, послал сестре. Внимание. 50 граммовая. Теперь страшно, что это сорт. А нет. Теперь уже не сорт. Нету больше сорта. Нет, это все. Как говорил этот мультфильм, улетела птичка, нету сорта. Теперь смотрите. Продолжение темы. Еще одна. Татьяна Аарабаджи. Господи, не вебинар, а рассказка. Вот такие абрикосы выросли в этом саду. В 2019-м привал все ваши членники Королевский Академик. Внимание, это такой интересный момент. Достаточно дефектив. На волшке абрикосы кичегинские. Вы знаете, что такое абрикос кичегинский? Это уровень манчжурцы, если еще не меньше. Им хвалиться нечем. Почему? Его угробили бесконечными пересевами. Поняли, да? Внимательно читаем. Это ким настоящий. Ни одна прививка не прижилась. А сам абрикос выдал штук 15 плодиков, грамм под 10. Вы знаете, что такое в 10 грамм? Нет? Никогда не видел. Это крупная слива. Ой, крупная вишня. Поняли, да? В 2019-м скончался. Вот. Итак, прививка нет, а по двой 10-ти граммов. До того, люблю такие письма. Вот подарок мне. Отпелить ручки мужу не дала. А весной в этом году он зацвел и выдал шикарный абрикос весом 30-47 грамм. Вкус необыкновенный. Чуть-чуть с горчинкой. Косточка большая, легко отделяется. За лето очень выразил, как переживать зиму по кальтерам. Не знаю, правильно ли сделал охват. Правильно, правильно, правильно. Вот. Вам понятно, что это тоже серийность? Вам понятно, что с помощью прививки даже это, посредствия мёртвых, он всё равно показал лучшие качества. Вот это и вот это ни к кальтерам не похоже. Вот. Вот таких у меня уже сотни примеров, да? И всё равно чуть-чуть мешает, чуть-чуть не дерьмо. Вот что обидно, да? Вот. Вкус необыкновенный. Чуть-чуть с горчинкой. И это дикарь? Вот это дикарь, да? Гражданка Исаева. Ой, Исаакова. Вот. Это что? Дикарь? 47 грамм. Это дикарь? Здорово. Вот. Как они... Я сам не понимаю. Как можно... Вот понимаете, человеку стало обидно. Его поправили. Сказали, что она научила губить там конкретно дерево, грушу. Отпилить вот такие скелетные ветки. Ей стало страшно обидно. Ей такая взяла обида, дикая злоба. Надо доказать, что оппонент дурак. И давай искать, искать. И нашла же в 80-летней давности. Я же потом эту фразу так выделил. В 80-летней давности нашла право. Это то же самое, что сейчас бы говорили. Нет никаких двигателей внутреннего сгорания. И быть не может, исключено. паровой двигатель с КПД 10%. Вот. А у него и это, у этих дам, которые нас, это самое, не уважают нашу команду. У них и 10% КПД нет. У них минус 100%. Почему? Потому что они мешают. Они мешают развитию садоводства. Они лезут в каждую эту самую, чуть не сказал, куда и тем. Почему? Потому что им хочется себя показать. А знаний ноль. Опыта ноль. Я вырастил 30 тысяч саженцев, превратив деревья, засулив 30 тысяч. Понимаете? Ну, естественно, что половина здесь априкоса. Вот. Это уже все пошло после меня, после меня, после меня, после меня. Понимаете? Идем дальше. Это еще не конец. Дело в том, что вопрос «А вдруг все-таки Ольга права? А вдруг это два случая, а их может быть против них тысяча случаев, когда это дикари?» Так. Тогда я еще скажу. Ребята, просто понимаете, вот есть такие вещи, которые проходят мимо сознания, о которых никто никогда не рассказывает, не говорит. Вот это сейчас я объясню. Посмотрите, все, насколько шире. Итак, свободное перекрестное опыление. Да, Манчжуриц, тут же рядом вот такой, Королевский тут же рядом академик, тут же рядом это же Жерде, да? Казалось бы, караул. Ведь испортит же, это Жерде, ли, а политакадемика, и он станет мерчим два раза. И бывает два раза, и теперь он уже академик или Королевский уже не 100 граммов, а 50 граммов. А вот они, 50 граммов, а вот они. Ну и что? А если пишут, а у нас на целой области ни одного априкоса. В Ростовской области человек, садовод, какой он написал, помните, один из первых вебинаров, что он написал? Я обыскал весь район в Ростовской области. Это между нами и Африкой. Я уж так утверждаю. Ни одного абрикоса не нашёл. Изъездил, он хотел на месте найти. Изъездил в деревню, деревню, районный центр. Ни одного абрикоса не нашёл. Это живое письмо живого человека. И мы это проходили. Это что, развитие абрикосов? А кто? Ну это Ростов, это же не это. В Канты-Мансийске растут мои абрикосы, знаете, показывал, да. А теперь вспомните, где этот приполярный округ находится. Продолжение следует...